Книга «Открытым оком», 3-й том, вопрос 934. Сема грех. Какой грех самый тяжкий? За какой грех человек может получить самое тяжёлое наказание? Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. За нарушение самой первой заповеди, самой главной, последует и самое тяжкое наказание. Марка 12.30. И возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всею душою Твоею, и всем разумением Твоим, и всею крепостью Твоею. Вот первая заповедь. Грех, в котором нет раскаяния. Он и не прощается. Почему нет раскаяния? Конечно же, потому, что совершивший этот грех считает, что он прав и кается не в чем. А не прав тот, кто дал заповедь, которая обличает мою неправоту. Иоанна 16.8. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Это обличение исходит от Духа Святого, стража нашей совести, который всюду присутствует, все собой наполняет, является сокровищем всех благ и дает жизнь всему. Мы должны молиться постоянно, чтобы он пришел и вселился в нас, и очищал от всякой скверны, и спас благой души наши. Это ежедневная молитва. Иоанна 16.8. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его. Вот почему грех хулый против Духа Святого не прощается. Матфея 12.32. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в семь веки, ни в будущем. В первоапостольской церкви люди получали видимое подтверждение того, что они приняты Богом, усыновлены им в даре говорения на иных языках. Деяние 10.44-46. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Но уже в третьем веке этот дар, который помогал уничтожить неверие тех, что сомневался, что он принят Богом, полностью исчезает и почти не упоминается у святых отцов. Ясно, что как сейчас, так и тогда многие тосковали об этом даре, столь зримо свидетельствующем о любви Божией. И задавали вопрос, почему нет дара говорения на иных языках? И как можно поверить и проверить, принят ли ты Богом? И с этим вопросом обращались к Иоанну Златоусту. Он отвечал, что сегодня есть не менее важных два момента в жизни у верующего, которые подтверждают, что он усыновлен, принят содержителем. Первое, то, что ты молишься, Отче наш, и признаешь Иисуса Господом. А это может сделать только имеющий Духа Святого. Кто бы он ни был, даже сектант. 1 Коринфянам 12.3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Поэтому, православные, будьте очень осторожны в своих обращениях против кого бы то ни было, если они уверовали во Христа как в истинного Сына Божия, как своего Спасителя. Не скажите ничего худого против Духа Божия, обратившего всех людей, дабы не согрешить смертно и непростимо. И второе, говорит Заталус, то, что ты признаешь законность священства Христова при его непрерывающемся рукоположении. Внимание, протестанты, все виды сектантов, вы смертно согрешаете, отделяясь от Церкви Христовой, зазирая священство Христово, поставленное Духом Святым. Вы делаетесь идейными последователями Дафана, Аверона и Корея, отделившихся от общества Господня, Моисея и Аарона, рабов его. Число 16.30. А если Господь сотворит необычайно, и земля развернет уста свои, и поглотит их, и домы их, и шатры их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Число 16.32. И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей кореевых, и все имущество. Число 26.10. И разверзла земля уста свои, поглотила их, и Корея, вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожал 250 человек, и стали они знамением. Это самое страшное наказание за всю историю человечества. Это наказание грозит всем сектантам и эритикам со всеми их молитвенными домами, со всеми их религиозными обществами и издательствами, миссионерством и всем, что не делают во имя Христа, как говорит Киприан Карфагенский. Продолжение следует...